Агропромышленный комплекс Краснодарского края нуждается в постоянном притоке квалифицированных кадров. Без хороших специалистов невозможно представить себе работу и развитие предприятий любых форм собственности. Об этом шла речь в Славянском электротехнологическом техникуме, где был проведён круглый стол, посвящённый этой важной теме. Наибольшая потребность в кадрах в сельском хозяйстве для того, чтобы снизить остроту этой проблемы и сделать так, чтобы подготовка специалистов отвечала требованиям современного производства, в Славянском электротехнологическом техникуме стараются держать руку на пульсе жизни, приглашая руководителей сельхозпредприятий на свои мероприятия. Вот и на круглый стол по теме «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. Проблемы и перспективы» собрались представители крупных фирм и акционерных обществ муниципалитета и Кубани, всех ответственных служб, а также директора техникумов Краснодарского края. Директор техникума Александр Осмачкин приветствовал приглашённых и предложил им прежде всего экскурсию по учебному заведению, чтобы познакомить с имеющимися возможностями и материально-технической базой. Участники круглого стола посетили отлично оснащённую лабораторию демонстрационных экзаменов, где обучаются будущие механизаторы. В рамках взаимодействия нашим социальным партнёрам и предприятиям «Самбеган» нам будут подарены ещё и литра подготовки водителей к типу РИБ на улицах учебного хозяйства. Здесь условия участия в этой программе именно такие взаимодействуют с работодателями и вложение собственных средств в развитие материально-технической базы. Ребята покажут вам то, чем их учат наши мастера, на чём они будут готовы работать, придя к вам на предприятиях. Обучающиеся продемонстрировали мастер-классы по выполнению работ профильной направленности. За свою историю техникум сумел накопить богатейший опыт. Его главное достояние – это люди, преподаватели, мастера производственного обучения. Именно они работают на развитие. В этом ещё раз смогли убедиться все приглашённые и в современной мастерской электромонтажа. В ходе обсуждения на круглом столе были рассмотрены вопросы, касающиеся имеющихся в настоящее время проблем, опыта работы учебного заведения с работодателями и перспектив совместного развития. Государство, региональные власти вправе требовать от учреждений профессионального образования подготовки высококлассных специалистов. А работодатель требует от нас рабочих, которые бы приходили уже с определённым набором компетенций. Именно поэтому проводятся вот такие встречи совместно с работодателями. Мы должны чётко представлять запрос работодателя, что от нас требуется. Работодатель должен видеть то, в каких условиях готовятся будущие специалисты, которые придут к ним на предприятия. Иметь чёткое представление о той материально-технической базе, о тех условиях. И иметь также живой диалог с потенциальными своими будущими сотрудниками. Состоялся очень серьёзный и полезный разговор. Через ряд выступлений участников круглого стола красной нитью прошла мысль о более тесном взаимодействии техникумов с работодателями. О важности работы со студентами во время их практики. О том, что нужно сделать всё необходимое, чтобы агропромышленный комплекс получил квалифицированных специалистов. Ещё во время обучения студенты должны планировать, где они смогут трудоустроиться. Необходимо, чтобы работодатели видели своих будущих сотрудников, могли приглашать к себе лучших. Укрепление и развитие дальнейшего сотрудничества стало итогом мероприятия. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...